Валерия мечтала с детства. Диплом в руках теперь. Теперь она акушер-гинеколог. Дальше я буду работать в женской консультации в нашей тюрьме. И я считаю, что есть люди, которым нужна, наверное, даже больше поддержка со стороны врача. Не зря мы давали клятву помогать всем, в том числе и тем, кто когда-то согрешил. Но здоровье на первом месте. Милена, когда поступала на медицинский, хотела быть нейрохирургом. После выбрала другую специальность. Хочу являть на свет новые жизни. Очень хочу быть акушером-гинекологом. В этом году курс обучения завершили 73 ординатора. В семье Капличных теперь династия врачей. Юлия – пульмонолог, Влад – инфекционист. Для них сегодня особенный день. Восемь лет учебы позади. Сегодня Юлия и Влад получили свои дипломы. Я хотел быть больше терапевтом, и сейчас я стал инфекционистом. Во время обучения мы все равно проходим пары, циклы. И проходя цикл инфекционных заболеваний, мне понравился данный предмет. И я понял, что да, действительно, это мое. Дальше остаюсь в Приднестровье, работаю в Террасполе, в ГУ РКБ, в Лечь-городке. Буду в инфекционном отделении. Практику ординатуры в ПГУ ввели в 2021 году. Раньше была интернатура. Идею в свое время поддержал президент Красносельский. Выпускники работали в больницах, поликлиниках и продолжали учиться. Александра – терапевт, вспоминает первых пациентов. Мне запомнилось, как первый раз подействовало лечение. Когда человек приходит со своей проблемой, с болезнью, и ты вкладываешь в него всю свою душу, все знания, и получается то, чего ты хотел. Человек уходит счастливый, здоровый. В зале выпускники и ординаторы, их родители, врачи, почетные гости. Со сцены много поздравлений. Желаю вам успехов. Желаю вам, чтобы вы все нашли себя на территории Приднестровской Молдавской Республики. Люди, все наши граждане, они когда посещают врача, они очень на вас надеются. Поэтому хотелось бы, чтобы вы несли по жизни всегда такое тепло, добро, относились с достоинством каждому пациенту. Те, кто выбрал эту гуманную, прекрасную профессию, сегодня говорили о том, что они не ошиблись, что сделали этот выбор. И, конечно, они нужны стране. Это гордость страны, это будущее наше. Хирурги, дерматологи, терапевты, неврологи, стоматологи и не только 28 врачебных специальностей. Есть новые направления, которые были открыты в 2022 году, и сегодня они уже на выпуске. Это клиническая лабораторная диагностика, новые направления урологии, детская эндокринология, детская стоматология. Наши выпускники остаются у нас в Приднестровье, поскольку при распределении в 2022 году они получили сразу рабочие места. Эти ребята скоро разъедутся по больницам и поликлиникам страны. Они уже знают, где будут трудиться.